На днях наткнулась на инди-выживалку под названием The Flame and the Flood. Странная игра, как по мне. Название переводится вроде бы как «пламя во время потопа», а обозревать её стоило бы, наверное, под песню The Influte группы Schwarzer Engel. Потому как первое, что бросается в глаза при запуске игры, помимо визуального стиля, разумеется, это музыка. Я специально прочитал пару отзывов в стиме, которые всякий кодин крайне положительный и понял, что, видимо, это просто расхождение во вкусах. Я терпеть не могу кантри-тематику, но ещё больше я терпеть не могу вот эти вот запилы на губной гармошке в стиле пустоши Дикого Запада. Для меня это как пенопластом по стеклу, так что спустя пару часов игры я выключил саундтрек. Хотя не ускрою, когда губная гармошка отдыхает, начинаются неплохие треки, иногда даже песни в стиле кантри, которые вроде как написаны специально для игры. Не могу точно сказать. Но и они, кстати, по моим даже меркам, неплохие. Однако, 80% времени в игре тебя будет преследовать именно гармошка. Так что я плавал под тот самый Зинфлют, что тоже очень символично. Сеттинг игры — это постапокалиптис. Классический американский, только в этот раз вместо радиации или зомби у нас потоп. Трудно сказать, мировой или просто Америке опять не повезло. Вообще, сюжетная часть тут не является превалирующей, поэтому на неё не то чтобы давят. Нам изредка, совсем изредка прямо вот, рассказывают по крупицам, что произошло. Но редкость подачи материала вкупе с его, этого материала, второсортностью откровенной, не дают сюжету хоть как-то увлечь игрока. Меня уж точно. А, я же игрок, да? Ну да, значит, сходится. Но игра не делает вид, что она про сюжет, она именно про геймплей. А геймплей тут вполне интересен. Мы играем за девушку-скаута. Да, за гёлл-скаута, как говорил мой дед. Она проживает вместе с собачкой. Можно выбрать между дворнягой и долматином. И тут собачка нечаянно находит радио, которое передаёт некие координаты. Так как развлекаться тут всё равно нечем, девушка с собакой решают. Ну, точнее, девушка, разумеется, решает, а собака горячо одобряет. Пуститься, короче, в плавание до координат. Вдруг там что-то интересное. Тем более, что и плот уже есть, потому что без плота здесь никак ибо всё вокруг затопило по самую макушку. В каком-то смысле геймплей делится на две категории. Выживание на плоту и выживание на острове. Звучит интересно, но на деле оно всё не так проработано, как вы могли бы себе вообразить. Если при фразе «выживание на плоте», о, как сказал, да, на плоту, конечно. Так вот, если при этом вы вообразили как минимум рафт, то нет, это даже не рафт, тут всё куда более скромно. Итак, мы снимаемся с якоря, ну то есть с покрышки мы снимаемся и пускаемся в плавь. Вообще, да, у вас уже возник наверняка вопрос, а почему я ничего не говорю до сих пор про визуальный стиль? Ну, таки да, он необычный. Такой квадратно-гнездовой, угловатый, грубый. Но в нём, знаете, есть некий шарм, к тому же он очень умело маскирует нехватку бюджета. Вместо прорисовки достойных таких моделей, текстур, нам дают этакий арт-хаус, мол, нате вам, радуйтесь. И на самом-то деле это исключительно дело вкуса. Вот мне такой стиль даже чем-то понравился. В конце концов, зная про инди, это, поверьте, ещё далеко не самый худший вариант. Steam заполонили игры с отзывами шедевр 10.10 с реально пиксельной графикой. Это вообще бич Steam, как по мне. Я понимаю, у людей есть интересные идеи, но нет денег и сил на красивую графику. Но я что, вот сижу тут в 2021 году с RTX и 4K, чтобы играть в пиксельное нечто с разрешением 720p в лучшем случае? Но это я отвлёкся, вернёмся к плаванию. Вот, мы, значит, выплываем на нашем плоту и тут же обнаруживаем, что плот этот управляется очень реалистично. Да, примерно так и должен управляться кусок обитый железом древесины в хаотичном потоке воды. Рулить? Не-не-не. Ты вообще о чём? Ты можешь попытаться рулить. Удачи. Попробуй не врезаться вон в тузко-опс. Ага, так. И вот в тот остров-то... Да что ж такое? В общем, управляется эта корыта реально как корыта и первая наша задача не разбить его об условные рифы. А рифы хороши, да. Дизайн, правда, интересный. Всюду видна разруха, мосты с искорёженными автомобилями, свисящими школьными автобусами, высотки, затопленные по макушку, развалившиеся древние сараи. Какому-нибудь сталкеру это ближе, чем к классическим выживайкам. По реке плывут дома. И села Кукуева. Ну и пусть себе плывут. Всех люблю на свете я. Автомобили, кстати, тоже плывут. Из воды дорчат фонарные столбы, иногда куча ветоши и брёвен сбиваются в комок и тоже плывут. Из-за визуального стиля игры я сперва принял их за водных драконов и боялся подплывать близко. Но нет, это тоже продукция села Кукуева. Главное не засмотреться на эти красоты, потому как мало того, что это счастье, особенно плывучее, может расколошматить твой плод, так ещё иногда спокойный поток превращается в мощное течение. Тогда плод начинает нести, и тут только молись, чтобы нашему персонажу хватило выносливости на те самые 3-4 рывка веслом, который тут является экстренным стрейфом за неимением иных средств к спасению. Важно также сказать, что плывём мы только вперёд, повернуть вбок крайне тяжело, но в теории можно. Но если получается, то ненадолго, а назад плыть никак нельзя. И вот то тут, то там нам попадаются разные участки суши. Не просто визуально, они именно что обозначены, как участки с причалом. К ним можно пришвартоваться и собирать ресурсы. Загвоздка в том, что часто такие причалы расположены рядом, но на разных линиях, и учитывая силу течения, успеваешь ты посетить всего один из них. Приходится выбирать. Выбор тут заключается в типе участка. Есть, например, магазины, есть рыбацкие лачуги, есть лесные массивы, в которые можно уходить красиво, и некоторые другие зоны. Различие между ними заключается в возможном, я подчёркиваю, возможном наличии определённых ресурсов. То есть в описании к церкви мы, например, можем прочитать, что тут всегда в наличии горящий костёр, нитки с иголками, но на деле их тут может не оказаться, потому что рандом. Вот тут начинается второй тип выживания. Выживание на суше. Есть классические несколько показателей. Голод, жажда, температура и сон. В общем-то всё. Есть можно некоторые растения, но только с осторожностью. Не все эти йогурты одинаково полезны. Но травой сильно, разумеется, не наешься, мясо лучше. Добывается оно посредством охоты, как на кроликов, мирных и пушистых, так и на уже опасных, диких волков, кабанов и медведей. Вообще, встреча с хищником это всегда внезапный ахтунг, после которого нужно реагировать очень быстро, иначе порвут на тряпки. Кабан, например, с разбегу насадит тебя на клыки, а волки по одному ходят вообще редко и мастерски тебя окружает. Наша геллскаут не умеет орудовать копьём и мечом, как заправский рыцарь, и пулемёт в игру, знаете ли, тоже не завезли, поэтому помимо безобидных силков на зайцев, у неё в запасе есть убийственные ловушки. Одна убийственная ловушка, потом отравленное мясо, а и ещё лук и стрелы. Этот самый лук с этими самыми стрелами реализованы довольно хреново, двигаться при стрельбе нельзя, а клавиши быстрого доступа удобны лишь в неопасной, скажем так, ситуации, когда напротив тебя стоит волк и готовится к прыжку, это немножечко, знаете ли, нестандартная ситуация. Конечно, это можно свалить на то, что девушка лишь скаут, а не профессиональный эльф 80-го уровня, но из-за этого, а ещё из-за того, что максимальный стак стрел в слот по 5 штук, знаете ли, лук становится крайне неэффективным оружием, в отличие от ловушек с кольями. На медведя нужно 3 таких, на всех остальных хватит и по одной. По ресурсам они не слишком-то затратны, и это радует. Но и ресурсы могут от местности к местности становиться более частыми или более редкими, что в принципе добавляет динамики игре. Интересно то, что в игре часто встречаются ядовитые змеи, и животных можно на тех самых змей заманивать. Часто кролики умирают от их укусов, ну и волков тоже покусать змеи не прочь. Правда, ни один волк при мне так и не сдох от укуса, вопреки тому, что вроде как обещает игра. Но, впрочем, я тоже, знаете ли, от укуса не сразу сдох. Вот, так что... Так что что? Ждать несколько дней? Кто раньше умрет, что ли? Ну уж нет. Лучше дайте тогда лук. Кабан... Ну, кабана змея вряд ли прокосит, хотя пес ее знает, да пусть кабан вам сам расскажет. Полученное с рычащих и хрюкающих морд, мясо можно жарить и вялить. По традиции жареные сытни, но портятся через несколько дней, а вяленые вечные чуть менее сытные. Питьевая вода добывает с методом очищения грязной воды от всякого говна при помощи самодельных фильтров. Либо же можно набирать дождевую воду, а то и вовсе на эти редкие, но все же действующие колодец, есть интуки номер 17. Вообще недостатка в питательных ресурсах почти никогда нет. Я даже пожалел, что не выбрал максимальную сложность. Учитывая, что очень скоро кабаны и волки начинают встречаться повсеместно, а ловушки крафтятся довольно легко, нужно лишь правильно рассчитывать количество ресурсов на них, и в питании перебоя не будет. С температурой тоже проблем нет. Из кабанов и прочих медведей падают еще и шкуры. И из них при помощи швейных наборов делаются теплые вещи. Ночью температура падает, и мы можем заболеть, если ничего не предпринять. В теории, я так ни разу не заболел, об этом чуть позже. Можно отогреться у костра или в здании, но вообще, чем дальше плывем, тем ближе, видимо, зима, и становится все холоднее, как я понял. Значит, мы плывем на север. По идее, нехватки шкур не будет, будет нехватка ниток с иголками. И тут все на плечах и рандома, вот что я вам скажу. При первом прохождении я встречал те самые нитки, как древние артефакты, раз в миллениум, зато было полно хлама. Хлам это доски для плота такие. При втором прохождении я в первые полчаса игры набрал больше 15 наборов для шитья, а вот с досками была беда. Ну, то есть, как повезет. Однако, так, чтобы вот прям лезть на стену от безысходности и нищеты, такого здесь нет. Тут проблема, знаете ли, в другом. Явно виден дисбаланс. Сейчас расскажу, в чем он, но сперва, в принципе, про крафт. Крафт обязан быть в любом выживантусе, и тут он, разумеется, есть. Повсюду валяются разные ресурсы, ветки, перья, шкуры, болты, гайки, доски. Все это нужно, разумеется, собирать. Собака, кстати, в этом активно помогает. Она подбегает к ним и лает, мол, вот, взгляни-ка, что я тут нашла. Радует то, что собачий лай можно отключить в настройках звука отдельно. То есть, в процессе подбора ресурсов мы получаем рецепты, и их не надо искать. Это как бы и плюс, и минус. С одной стороны, игра упрощена, с другой, она не пытается быть хардкорной, она, скорее, такая милая и уютная. Благодаря дизайну, наверное. Ну, и музыке, чтобы ее. Сам крафт происходит прямо на ходу, но есть несколько но. Два, если быть точным. Первое но есть вещи, которые можно приготовить лишь у огня. Например, пожарить мясо, приготовить чай, чтобы змеиный яд нейтрализовать. Да, тут есть два вида чая. Я впервые встречаю игру, где можно заваривать себе чай. Нелот был бы доволен. Хотя нет, подождите, первая была за Лонг Дарк, да. Ну, а не как-нибудь в другой раз, если вам, конечно же, интересно. Также можно лишь из костра добыть уголь, который поможет очистить воду от всякого разного. Помимо костра есть также верстак, и некоторые вещи можно скрафтить только на нем. Встречаются они также рандомно в промышленных районах. Второе но. Для крафта львиной доли предметов необходимы вспомогательные инструменты. Молоток и нож. Сперва мы крафтим каменные, из кремния, а затем из стальные. Странно, что стальные изделия не заменяют каменные, хотя, казалось бы, да. Но нет, если у тебя есть стальной нож, а тебе нужно настрогать стрел, будь добр скрафт каменный режек. Ребят, ну вы чего? Эти два ножа и два молотка постепенно теряют свою прочность, но делают они-то так медленно, что я сперва даже не понял, что они расходуются. В общем, хватает их очень надолго. При крафте, кстати, играют гитарные запилы в стиле игры, так что можно одновременно и крафтить, и музицировать. Интересная находка, вполне удачно вписывающаяся в атмосферу игры, которая тут, как вы поняли, если уж не решает, очень радует. Так вот, проблема теплопотери, о которой я говорил чуть ранее, заключается в том, что нам дают рецепт утепленных вещей, это когда начальные футболочки и стринги мы обматываем травой. Также дают рецепт одежки из кроличьего меха, из волчьего, из кабанева. Загвоздка в том, что кабаны встречались мне оба раза, даже раньше волков. То есть ты сразу же крафтишь самые теплые шмотки, кабани, потому что медведи встречаются еще очень нескоро. И все, другие рецепты просто не нужны, учитывая, что одежда не имеет сносу, либо имеет, но такой же медленной, как у инструментов. Тут явно дыра в балансе. Не то, чтобы это какая-то прям серьезная проблема, не. Просто в игре и так очень мало контента, а тут сразу его часть просто пропускается. Насчет сна. Тут и там раскиданы заброшенные здания, трейлеры или костры. Вот тут и можно переждать ночь, а также дождь. Или же обсохнуть, если все же попали под него, чтобы не заболеть. Хотя систему сна можно было все же сделать поудобнее. Не всегда понятно по этому импровизированному копусу, что сейчас вот ночь или день, да вроде как день, но при этом каким-то макаром темень повсюду. Могли бы сделать, как в готике, опцию спать до утра, было бы очень удобно. Вообще, игре часто таких вот мелких удобных решений не достает. В игре также потенциально неплохая система повреждений. Укусы муравьев, змей, царапины от колючих кустарников, рваные раны, переломы. На все найдется свой бинт, шина, алоэ или еще какой-нибудь чай за дуванчиков от поноса. Я сейчас не шучу, там это есть. Я про понос. Ну, в смысле кишечные паразиты. В общем, чай снова всех спасает. Опять же, беда в том, что если играть осторожно, это совсем не тяжело, знаете ли, то и средство поддержания здоровья понадобится пару раз за все прохождение. По ощущениям, тут игру тоже не дотянули. В последней трети врагов становится, разумеется, больше, да еще и медведи бесноватые начинают попадаться почти на каждом островке. Но к тому моменту повязок с иголками и прочих чаев и всякой херни становится валом, успевая только плотно гружать. Также холод ночью ни разу не довел меня не то что до смерти, а вообще до хоть какого-то эффекта, который не пропадал бы утром с очезновением холода. Хотя, казалось бы, да, да, тут есть смена суток в реальном времени. Ночью темно, разумеется, но мы всегда, всегда с фонариком. Однако лучше особо не гулять по ночам, потому что волки тоже это любят делать. А еще очень легко не заметить в темноте змею или муравейник. На плоту, кстати, время течет чуть быстрее. Я так однажды не рассчитал из дохода кукуса змеи. Потому что кончился чай, отсюда мораль, всегда держите чашку чая на готове. Короче, вот так вот ты бегаешь по островку, бегаешь, знаешь, собираешь ресурсы в свой крохотный рюкзак. Ресурсов не то, чтобы гора, но и немало, и рюкзак есть несколько слотов для предметов. Притом их, вот эти вот слоты собачки, да, можно передавать между новыми играми. Неплохое, в принципе, решение. И также есть хранилище у плота. Рюкзак можно расширить дважды, всего на 8 ячеек, что не так уж и много. За инвентарем придется следить постоянно. Хранилище плота тоже можно расширить один раз, но это уже заметно сложнее. Собрав все, что можно, мы снова отправляемся в плавание. До следующего островка с ресурсами, которые имеют порой и интересные названия, например, Док Браун или вот Морнхолд. Осталось только табличку поставить Островок Света, Островок Магии и Ординатора, который будет следить за тобой, потому что это ничтожество. Но очень скоро, буквально после двух-трех островов, мы понимаем, что все эти островки генерируются из двух-трех шаблонов. Их тут реально настолько мало, что можно сказать видел один, видел все. Такое однобразие в короткой, в общем-то, игре сильно удручает. Вообще, это проблема всех механик игры. Поначалу они увлекают, но очень скоро их репетативность начинает надоедать. И в глаза уже вовсю лезут недостатки. Помимо уже названных, визуальное отсутствие кастомизации, например, хоть какие вещи на себя напяль, персонаж внешне не изменится вообще никак. Неужто так трудно было нарисовать персонажа в теплой одежде, хотя бы одной единственной? Или вот NPC. Да, они встречаются, какие-нибудь менялые, одичавшие дети, кстати, неплохая находка. Диалоги с ними могут пролить цвет на этакий бэкграунд, лор, так сказать. Но я уже говорил, что на него ставка не делается, и поэтому эти неудобные еще и технические диалоги нужны тут как рыбизонтик. Без них игра ни на грамм бы не изменилась. Управление плотом тоже очень неудобное. Да, его потом можно улучшить, повысив и прочность, и управляемость, и вообще сделав его плывучим домом с котелком и опреснителем. Но до этого еще нужно дожить, а изначальный плот расшибается о скалы очень легко. И начинай все с точки сохранения в начале региона. Да, потому что пофигу всем, сколько ты убил на это времени. У меня здесь вообще, знаете ли, такая получилась история классная. Игра иногда любит баговать. Да, управление вдруг залипает при движении, и можешь хоть баха бахать на клавиатуре, персонаж упрется в стенку и будет в нее тупить. В моем случае она сделала это в окружении волков, предварительно наступив на змею и сев жопой на муравейник. Ну и дождем еще сверху все палили, так сказать, для полного набора. Понятное дело, что жил я после такого недолго. И каково же было счастье узнать, что ближайшая контрольная точка для отката была сделана 4 часа назад. Сам ты сохраняться не можешь, игра делает это за тебя, и в итоге начинаешь все почти с самого начала. Нельзя так делать, нельзя, это просто неуважение к потраченному времени. Это явно не Dark Souls от мира выживалок, этот титул завоеван все той же Long Dark. И то там можно сохраняться по желанию. А тут что? Поэтому, скрипя зубами, я уже готов был бросить игру, если бы не нужно было делать обзор. В целом, я не пожалел, что остался, но знаете ли, это было очень неприятно. Кстати, персонаж так еще не раз залипал, но к счастью не в опасных ситуациях. Что еще можно сказать о недостатках? Ну, если обобщать, то игра могла бы быть куда разнообразнее. В ней, в принципе, мало контента. Она проходится буквально за пару вечеров и дело не в продолжительности, а в однообразии и малом количестве контента, опять же. Ты уже за один такой условный вечер увидишь все, что есть в игре. А есть в ней не так уж и много. Помимо довольно упрощенного крафта и прочего, что я уже перечислил, тут, например, нет составных блюд. Зачем мы встречаем чеснок, личинок? Почему из всей еды в качестве ингредиента мы можем использовать только соль для вяления? А куда девается некий виноградный лук? Сколько я его не срывал, он никогда не появлялся в инвентаре. Походу, это просто баг, который так и не поправили за пять лет существования игры. На секундочку. Погодные условия сделаны красиво, особенно когда плывешь ночью в грозу. Вообще кайф, правда и тяжко, и интересно, но из всех побочных эффектов погоды только лишь намокание, которое мгновенно устраняется вместе с охлаждением, стоит лишь приблизиться к очагу, особенно когда ты установил его на плот. И тут даже заболеть нельзя, опять же. Про то, как мало шаблонов для генерации островов я уже сказал, но скажу еще раз, так как это очень серьезная проблема, которая бросается в глаза уже на пятнадцатой минуте игры, я сейчас не шучу. Понимаю, что это инди, но нельзя же так делать, ё-моё. Ах да, тут еще можно брать в почтовых ящиках некие побочные задания, зачем-то. Они здесь называются кэш. А? Во-первых, кто их раздает и зачем? Больше похоже на обучение, типа вот задание костоправ, вылечи перелом, в награду получишь шину. Ага, для лечения перелома. Ну то есть сюжетом это вообще никак не обосновано. Слом четвертой стены ради слома. А во-вторых, кэш наличный что ли или что? Я бы сказал, что тут беда со знанием английского, но игра-то на русском и да, локализация отвратительная. Блин, это надо постараться так херово локализовать игру, где пара сотен слов всего от силы и ноль озвучки. Слова, по крайней мере русские, уж точно, часто не влазят в положенные им окошки и тебе приходится догадываться о чем речь. Куртка из... Из чего? Чай мне в банку! Из чего эта сраная куртка? И таких случаев полно, но это полбеды. Беда еще и в том, что такие вот кэш тут повсюду. В диалогах персонажи несут такую непонятную хрень, будто бы разговаривают два дебила одичавших. И это не обоснованно сюжетом, нет, просто реально непонятно, что они вообще говорят. Ощущение, что локализация любительская, но в таком случае она сделана говьёна. Вне диалогов та же картина. На мастерской пристани, где работаешь с плотом, написано, можно то-то и то-то и починить кран. Какой еще кран, альпиншток, мне в руку? Я что, сантехник? Или речь вот об этом кране? Так он, сука, не ломается никогда, в принципе не ломается. Помимо всего перечисленного, нет быстрого доступа к разным вкладкам в инвентаря, что очень неудобно, приходится каждый раз листать. Некоторые предметы невозможно подобрать, в первую очередь перья, которые любят падать за границы действия персонажа, так сказать, внутрь модельки. У нас есть факел, перед нами кустарник, но мы не можем ничего сжечь. По крайней мере, как я понял, то сейчас как выяснится, что можно сжечь, и как начнут мне писать, что я сам альпиншток и ни в чем не разобрался. У предметов при крафте нет описания, зачем они нужны, лишь намеки. Как бы исследуя, но иногда это мешает, раздражает. Анимации пропускать нельзя. При каждой высадке или посадке на плот смотреть на прыжки и скачки уже нет сил. И кажется, я исчерпал на этом свои претензии к игре. И теперь, мать вашу, вердикт. Поймите меня правильно, идеальной игры нет. И к другим выживантусам, что я обозревал, я тоже таких претензий выкатывал немало. Однако же, они имели контента столько, чтобы игру можно было растянуть на несколько дней как минимум. А в случае с этим проектом так не получится. Он не рассчитан на долгую игру. Хотя тут есть бесконечный режим, но он тут нафиг не нужен. Я и второй-то вечер сидел лишь потому, что мне нужно было вам об игре рассказать. Да и не люблю я оставлять дела незавершенными. А так, по-хорошему, мне стоило закончить в нее играть в первый же вечер. Четыре и пять часов вполне хватит, чтобы прощупать ее, так сказать, вдоль и поперек. Мне почему-то кажется, что мало кому она действительно придется по вкусу настолько, чтобы игрок решил допройти хотя бы компанию. Хотя, я могу быть неправым, отзывы в стиме говорят иное. Они, напомним, все как один раз хваливают The Flame and the Flood во все поля. А я вот с ними в кои-то веки не согласен. Игра явно неплохая, но она уж точно не настолько лучезарна, как ее описывают. Она сдает по многим параметрам в сравнении с тем же Форестом, с How to Survive, с Don't Starve, тем более. Да даже с Рафтом, на который я тоже жаловался по той же причине. В нем недостаточно проработанности и недостаточно контента. В общем, крепкий, но совсем уж среднячок этот ваш Flame and Flood. Половинка на серединку, строго на любителя. Однако провести вечерок другой с удовольствием все же можно. Чего вам, собственно, и желаю. Берите собаку, берите плод и упердывайте бороздить затонувшую Америку. Йо-хо-хо, да? Только жопой на муравейник не садитесь. Не надо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин